приветствую вас дорогие друзья вы на канале все для клева и по просьбе наших дорогих подписчиков у нас сегодня необычная рыбалка рыбалка с подписчиком тем более что у меня сегодня очень серьезный подписчик он практически самый первый подписчик моего канала может второй или третий ну не больше даже не десятый а где-то даже ближе создатель канала ребята вот в первых видео если посмотрите самые-самые первые видео или там голос за кадром и интересно было там про сапог там и так далее это голос вити значит знакомьтесь это виктор создатель один из создателей канала все для клево но не рыбак но сегодня он начнет уже быть становиться рыбаком и скажем так мягко говоря маленький мастер-класс мы проведем вместе я виктору покажу объясню некоторые моменты нашей рыбалки вот у нас сегодня скачевка рыбалка значит это у нас будет мангальчик в общем все как красиво лагерь и так далее все расскажем покажем объясним да ведь это не стесняйся они мне нормальный пацаны я знаю так ведь смотри будем делать фидерную оснастку с нашей любимой кормушкой потап так берем кормушку да и со стороны вертлюжка всовываем нашу леску вот в отвод на начальном этапе рыбалки поделился информацией с виктором о рыболовном узле клинч который мы привязывали вертлюжок к основной леске а также как поводок с крючком соединить вертлюжком методом петля в петлю хочу сказать что виктор оказался способным учеником но если бы он смотрел все видео нашего канала то собрали бы мы снасть гораздо быстрее она там удавка задягивается все вот она получается вот эта снасть получается основная леска отвод вертлюжок и поводочек с крючком самая мега эффективная снасть лучшего нет это самое если я что-то поймаю она мега эффективная а если в два раза друзья если витя поймает значит и вы поймаете понимаете потому что Витек сегодня второй раз на рыбалке вот бери вот там вот которая с кашкой тоже а вот видишь он выпадает правильно потому что камушка проточная ничего страшного что она выпадает так и должно было быть не так надо чтобы он наполнялся или не наполнялся ты когда немножко прижмешь ты возьми его прижми и не не так пальцем так еще сильнее вот так все она уже никуда не денется и уже под где воздействием течения он нормально будет потихонечку будет выходить я так надавлю чтобы ему надолго хватило чтобы он кушал и кушал и все и один крючок все 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 достаточно нормально да и и один горох на крючок нет смотри нужно продеть через через две половинки его смотрела тогда так вот так чтобы он не раз не разлился должно выскочить жало должно быть жалов сверху еще еще не бойся я не боюсь я еще просто шапку вот она где вылезла монт плохо нас они всего за следующий бери пойдет на корм давай так вот правильно давай так и его должен просто тупо продеть правильно правильно и вытащить его комары 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 о вроде как вытащил все пойдет ну попробуем так пока отлично ну давай делаем середину делай первый заброс итак друзья вы будете видеть как виктор первый раз забрасывает удилище не удилища оснастку давай выше выше поднимай так что у тебя оставалось где-то сантиметров 40 не больше да все вот так достаточно мне не отсюда иди ко мне так там тысяча заветки зацепишься мне это не нужно давай дикой иди ко мне давай вот сюда не туда-сюда-сюда-сюда смотри где где чтобы не зацепиться крючком вот вот сюда итак внимание смертельный номер исполняется впервые да да теперь возьми смотри теперь пальцем смотри пальцем и должен зажимать леску от ровно вот здесь вот вот здесь еще ниже 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 вот чтобы леска была ровная ты понял так вот теперь открывает шпулю открывать только смотри ты когда будешь забрасывать ты это самое палец не забудь убрать я понял понял заброса далеко не нужно так внимание у красава оценка отлично для первого раза это просто бомба у меня был хуже мой первый заброс подтягивай 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 подтягивающего я знаю почувствую когда уже уже немножко пробовал друзья подсказывали вот вроде бы как подтянулось все а а крючочки эти колокольчики бум ставить нет не будем ставить все и битранер открывай битранер включай его саша вот это да а теперь нужно проверить фрикцион у тебя фрикцион у тебя расслабленный или нет не не надо крутить просто когда рыба дернет вот видишь да она сходит но что-то сильно сильно сходит надо его чуть-чуть вот это сильно много дай-ка я вот так все вот это вот это нормальный вариант перенок подтянуть и по тени по тени да вот видишь сработал все это теперь опять ключи все и оставлю все да друзья витя привез с херсона херсонские дыни и арбузы поэтому будем пробовать или большие дыни эту вкуснятину друзья дыня супер так быстренько поели и разворачивать лагерь бегом пока не семнело пока комары нас не сожрали так друзья значит витя в первый раз будет расставлять палатку ну давай первый раз так ты объясняет давай давай ты попробуй записи не царе вопа опа сама сейчас раз вот изложится теперь надо наверное что-то вот здесь так где вот вот отсюда вытаскиваешь ли сам ход давай не совсем хочет давай 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 все где получится конечно давай ладно хорошо ведь подожди столь не там бин так подожди столь я сейчас покажу смотри а а я пытался эти две просто попа и все только ставим входом вот сюда вот так вот вход вот таким ветра нет все нормально а ты имел ввиду еще только вот такая палатка наша ты понял но самое прикольное когда ее сворачивать развернуть то и легко а вот ее завернуть сюда это мы это мы пока покажем уже как ты будешь это делать в конце видео это мы давай давай как україн todavía писть не не переживай Теперь эти стенки надо поставить, вот видишь такие штуточки, вот сюда отыщет, раз, второй сюда, два, о, есть, с той стороны тоже самое. Все, теперь необходимо поставить ножки, да, они просто включаются, буквально 15 минут уже была первая поклевка, что там? Не знаю. Не знаю, я тяну, что-то есть, или сапог, или рыба, ну что, давай, давай, давай. Ты главное не сильно тяни, да, не сильно, потому что, порвать ему, да, да, давайте, Николай, дайте пацан, давай, 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 друзья, посмотрите на него, довольную, не, я не доволен, ух ты, не спеши, люди, не, видишь, куда он уходит, не спеши, ты стань чуть-чуть туда. Сейчас, Володь, Саня, к нам пошел, Саня. Ага, вижу, вижу, вижу. Не спеши, ведь. Блин, у нас еще клюет, ё-моё. О, там тоже клюет, бляха, муха, у нас везде клюет, ребята. Ладно, пускай он поклюет, давай мы сначала этого вытащим. Что там, Николаевич? А вот он внизу уже у тебя, Володь. Давай, Витя, давай, давай, давай. О, Витя, первый карпик, я тебя поздравляю. Это мы поймали, да? Да, там еще один уже сидит. Тоже на той же удочке? Давай быстрей, 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 быстрей. Подожди, стой, вот сюда, 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 сюда. Все, поехали. Бегом туда, бегом в следующий. Зачем бегом, если оно там битранер срабатывает? Давай, иди. И то же на моей, что я закидывал, и дальше. Вот это красное. Да, да. Что там замолчало? Что там замолчало, бляха? Ну, давай. Ну, сейчас посмотрим. Может, отдыхает? Давай. Вот это вот, вот это сделал херню, блядь. А чего? А, надо его щелкнуть надо было. Во-первых, не надо было так вот дергать его. Зачем? Зачем ты дергаешь? Дергать вообще не надо тогда. Ага, все. Он сам подсекся уже. Все, он уже там подсеченный. Ты тем больше, вот этим дерганием, ты просто рвешь поводок. Есть, есть. Потянул, да, только что. Ты просто рвешь поводок у него. О, там тянется. Следующий. Еще один кричит. Ё-моё, ребята. Вот. Та я вижу. Сейчас он. Или этот. Или это этот. Да, одно из двух. Вот, теперь он уходит. Уходит? Да. Теперь я не знаю. Друзья, поэтому не нужно никогда дергать, блин. Чуть-чуть, легенькая подсечка и все. Да. Есть, есть, есть. Сапог хороший тут тоже. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Палочка, давай. Раз ты уже там помогаешь. Купаться так всегда. Не, не спеши ведь. Ух ты. Не спеши там. Не сильно тянется есть. Не спеши, не спеши, не спеши. Спокойно, потихонечку. Вот так. Я расслабил. Видишь, фрикцион тебе специально? Чтобы он давал немножко уходить. Но сильно ты расслабил. Ничего, 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 ничего. А ты можешь пальчиком так его раз и приподнять чуть-чуть. Понял? Давай. Вот он. Спокойно, спокойно. Да, да, давай. Николаич, она от вас слева вон уже. Есть. Вот они, получается. Это у меня трещит. Нет, нет, это вот, это вон, зацепился. Он зацепился, да. Второй карп, ребята, буквально за 15 минут. Вот и вы у нас, Витька, рыбак. Да нет, но это еще пока. Это такие вот профессионалы рядом, поэтому и ловит. Все, ведь теперь тебе надо вытащить вот это удилище. Смотри, вещь еще даже не вымолоковую. Сейчас я поставлю. Ставь сюда ее, ставь. Так. Все, бросаем? Да, да. Вытаскивай эту. Эту пора уже перекидывать. Да. Вот так. То есть вот этих резких движений никаких не нужно. И тут тоже есть рыба, Саша. Есть, да? Походу, да. Ну, давай. И мы ее подтянули где-то тоже к берегу. Нет, это она, иди сюда ближе. Кого? Иди ближе сюда. К траву? Хотя, может, и есть. Саш, там рыба. Есть, да? Да. Третий карп за 5 минут. Ох ты, как тянет. Тихо, тихо. Главное. Сапог не может утягивать. Тихо, подожди. Расслабить немножко. Да. Да, есть еще тут тоже. Николаевич, ну уже третьего вытащите уже, елки-палки. Так, давай я могу залезть, вытащить. Или подтяну его сюда очень медленно. Давай, Володь, на тебя иду. Давай, Витька, сюда иди. Зачем я вот к Володе? Я же одним держу удочку. Тяну, 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 Володь. Давайте, давайте. Третья рыба за каких-то 15 минут. Ё-моё. Ну, сейчас уже помоем. Может быть, кто был еще. Бешеный клев на Днестре. Один раз махнул и подхватил. Зато нет соединений, вот как у меня, которые ломаются или расклеиваются. И никаких проблем я не вижу. То есть нормальный, да, пацан? Нормальный, вполне нормальный пацан. А мне, знаете, что нравится, Владимир Николаевич? Мне нравится, что вот, отсоединить его, вот кнопочка. А, ну да. Не, а вот нажать и вытащить, вытащить палку. О, смотрите. Вот кто к вам подойдет, блин, ночью на рыбалке, мне, какой-нибудь пьяный мудила. Да, можно побольше. Можно это самое, самооборона, правильно? Уверенно причем. Уверенная самооборона. Да, то есть две функции в одном, уже как минимум, блин. Да, друзья, вот такой пацанчик у нас, новенький, появился в магазине klovo.com.ua. Да. Так, давай. Так, ну что ж, друзья, хочу поздравить Виктора с третьей рыбой, которую он поймал в этой жизни. Даже нет, у него даже были. А, ну были, да. Были. Ну, по крайней мере, на сегодняшней рыбалке у него сегодня. С твоими смостями все получается. О, Владимир Николаевич тоже клюет. Стоять. Что-то там клюет хорошенько. Вот он зацепился тут. Видит, это у нас крючок. Как что большая машина, смотри. С двух сторон его. Сюда вошла, туда, смотри. Смотри, перекрутила ему всю пасть. Аккуратненько. Буквально только что я вытягивал его. Вот, видишь? А теперь он вот где. Да, я еще разошел, ты видишь? Угу. А зачем болтаться надо? Потому что крючок очень-очень качественный. Вот, как гамакатсу. Все? Я в 22. Пока оставь, потом разберемся. Так, а где наша? Сюда? Сань. Возьми, возьми ведро, возьми ведро с водой и неси сюда его. Сейчас. Я тебе объясню, почему. Вот ведро должно стоять возле твоего садка. Чтоб ты рыбу кинул, сразу здесь помыл руки. И все, и у тебя сразу не надо больше никуда ходить. Второе ведро должно возле гороха стоять. Возле гороха, да. Можно возле гороха, да. И сюда можно положить тряпочку, чтобы можно было вытирать руки. Смотри, комара уже зараза, уже впился. Да, я уже оделся, потому что... Уже впивается собака. Наши шпыкачки, друзья, подходят. Ух. Видишь, она, что-то больше к карпу не клюет. Самы на подходе, ты же сказал. Да, самы на подходе. Сейчас нас комары начнут долбать. Да, уже потихоньку, но они как-то так. Друзья, палатка готова к ночному использованию. Хорошо, что на ней есть москитная сетка, которая не допустит наших комаров к нам. Вот. И вот, что на ней есть москитная сетка. Что-то что-то, что-то не купила. Более я не купила. Первый утренний красавец Вот он, смотрите, хороошенький Это наши соседи интересные Поздравляю, Владимир Иванович Пол седьмого Аккуратненько Ну покажите вашу снасть, интересно, на что вы ловите Такая же, как у вас, профессор О, наша кормушка Потап Прекрасно Прекрасно, вы делаете ошлыбельный успех А просто ради интереса, покажите ваш садок Вот просто, вот, мои подписчики, интересно Вот что тут Владимир Николаевич поймал на нашу кормушечку от фирмы Потап Это сколько вы стоите? Это я стою один день Один день, да? Короче, сутки Правильно я понимаю? Да, сутки Ага, со вчерашнего утра Ну вот, ребята Вот такие вот варианты у нас, что бывают Владимира Николаевича Всем привет, все для Клева Эй Вот так вот Друзья Уверуйте в нашу кормушку И у вас то же самое будет Как у Владимира Николаевича Красота Да, этот не ушел бы никогда Кстати, вы видите, какой отвод у Владимира Николаевича Красивый У него бактериальная кормушка Без пластикового отвода Дожди, я тут сейчас потеряю кампу Да, и поводок Шнур На волосяную оснастку Вы видите, как Владимир Николаевич ловит Красавчик 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 рыбачок доброе утро вставай давай кофе уже готово на столе мнение вития по поводу ночного отдыха в этой палатке скажи пожалуйста как все зависит что снизу одеяло есть или на земле лежишь да так пози ты же на одеяле спал но нормально нормально ты знаешь чуть-чуть было прохладно прохладненько да то есть друзья нужно одеваться одеваться на рыбалку и не морочить голову друзья когда вы ловите карпа значит там сидит серьезный заперт обязательно пользуйтесь фрикционом во время вываживания или его немножко затягивая либо наоборот пропуская потому что ну если поводок тонкий может быть обрыв снастей о пошел глидер что ого какой здоровенный вот друзья утренний карпик прекрасен а вот он уже он уже был в боях смотри он уже губа у него такая уже немножко обманывал рыбаком да по сравнению с моей ногой вот если взять 44 размера ну такой вот получается вот как это случается шоу бусил не вон он там ну на то я скупался в этой днестровской воде вонючий вот друзья не совершайте таких ошибок надо аккуратно аккуратно я его я подкользнулся саш друзья для большей эффективности рыбалки я так думаю что лучше подсыпать в горох вот гороховой какой-нибудь прикормки для чего это нужно сделать наверняка вы уже догадались но тем не менее для того чтобы создать струю гороха запаха от этого который который мы ловим на дальнее расстояние и поэтому мы ловим на fish sport green карп зеленый карп горох чеснок и мешаем вашим горохом получается вот такой вот вариант и еще почему стоит его добавлять это из того что когда вы забрасываете просто горох то во время заброса ну какая-то часть гороха высыпается а когда она с прикормкой получается что эта прикормка как бы связывает горох между собой и практически весь горох долетает до до дна то есть в кормушке и уже потом за счет проточности кормушки горох вы вымывается постепенно смесь прикормка она как кавалергард в бою всегда впереди то есть вымылась быстрее всего и уже оттуда привлекает струей рыбу к нашей кормушке и к нашему ключку друзья хочу показать вам на какие удилища ловит владимир николаевич чтобы вы понимали на днестре оптимальный вариант это длина 2,7 метра из-за того что много деревьев вот но у него тут конечно суперовый участок такой что нету деревьев а в основном на 90 процентов это рыбалка в деревьях поэтому оптимальный вариант у него 3 метра и 2,7 удилища кайдо импульс если вы видите вот раз удилища у него второе тоже 2,7 метра кайдо импульс вот он стоит красавчик третий импульс 2,7 метра 4 импульс 2,7 метра кстати катушечка вейда прикольная если вы знаете кайдо и вейда это то же самое только вейда это 18 год а кайдо это 17-16 и так далее то есть фирма была переименована 1 января 2018 года следующее удилище тоже импульс и вот я хочу сказать вам дорогие друзья саша это мой учитель я его ученик и все чему я научился я перенял от него боже материально-технические обеспечения от магазина все для клёва поэтому предлагаю вам если кто хочет нормально научиться рыбу мы конечно его не перегоним но к этому надо стремиться подписывайтесь во первых на журнал покупайте снасти только в этом магазине они бюджетные они качественные приятно с ними иметь дело и с таким учителем как александр николаевич боже мой спасибо большое спасибо вот это очень приятно честно говоря такие слова слышать друзья у нас очередная карповая поклёвочка обратите внимание как пацак не тонет в воде что ты забрасывал даты далеку далековато да то есть не под берегом я в одно и то же место кидаю куда покажу вот сейчас буду закидывать увидишь только вещь как течением отнесло при течением это сама рыба могла еще конечно тоже она у нас да нет а я кидал то в другую сторону поэтому и тут еще и течение наверно все вместе тоже когда он уже клюнул уже потащил туда и кормушку и все остальное давай покажись нам друзья главное наслаждаться моментом подтягивания карпа и как некоторые падают тоже все бывает этой жизни и что тут такого кто не падал главное когда упал встать это самое главное рыбу в руках от при этом держать для саж главное рыбу не упустить здесь где-то уходят уводит теперь сынок надо отца я возьму не переживай ну и красавец давай давай покажись вот красавец финальная часть марлезонского бред запрыгивание в подсак еще чуть я поддерживаю пальцем джин ан literature чтобы он мог ходить но при этом я регулирует нажатием пальца на катушку ты подтянуть не можешь видать сильный вот он куда ты парниша ты уже на уже красавчик так подожди губки свои раскатал тогда так выходим а теперь смотрим улов так что мне второй раз падать надо падать ты уже боишься чтоб не ушел и это также заглотнул нет он нормально вот друзья среди как красавица тебе его надо наверх чуть-чуть подтянуть я не спешу я пока стараюсь тебе поудобнее чтоб ух вы еще 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 все взял есть волоть опять на мой закид на дальний пошел да саша кидает под носом там вот этот красавец забрызгает нас всех сейчас тут моща пошли завтракать друзья чем бог послал колбаски поджарились сырок так мухи начинают уже летать может быть и карп начнет клевать сейчас но ты видишь дальний заброс и это и реакция сразу было да вот никогда не поймешь стояли с утра не не три часа считай но друзья иногда логике не подается то что карп как как карп льет вроде как прикормлено все ближе к берегу а ведь я взял закинул на дальний заброс и после этого у нас начался начался клев на дальний заброс на дальний заброс витя кроме херсонских дынь еще привез херсонские арбузы блин я тебе скажу что килограмм ну 10 наверно такой если не больше мощный а ну давай будем с вами его пробовать что тут внутри посмотрим сейчас кто его знает но разрезать надо должен быть сочный и сладкий красота аж репнул но пробуй давай скажи свой вердикт вынеси вот класс херсонские арбузы лучшие в мире спасибо ведь да не за что жуйте это херсонских друзей дядька блин жуй и радуйся как его и вот и не должен ничего уронить да аккуратно все сожрать аккуратно главное пошире вот так ну как скус класс подлесик вот попался чуть выше ладошки такой на что ты его поймал хоть на горох как всегда короче начинает клевать подлесик карпик пока что перестал клевать и вот карась и подлесик начинает водиться теперь его выше чуть-чуть сюда-сюда заводи 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 как собака прыгает глянь пытается выпрыгнуть держи вытягивай вот так вот чтобы он нас сильно не брызгал на камеру вот такой красавец иди и возьми его нет ты сейчас в траве его уйдет витка заходи в воду не бойся давай левую руку возьми опустишь в воду ложи пускай плывет пацан сам иди дальше иди дальше аж за траву иди давай давай спокойно ближе подходи туда к траве ближе еще не спеши сам бери бери пацан бери пацан говорю ничего давай это карасик хороший карась ну все вот теперь полный цикл да ну да прошел заброса до до нормального вылова хотя карасик такой аж вертикально встал давай давай иди сам вперед вперед молодец это все уже лирика вот такой красавец витек поймал наш давай что-то карту перешли это самое перестали идти караси пошли ну ничего ничего страшного такое тоже бывает ведь я смотри там разобранная нагрузка на флюорокарбоне очень маленькая поэтому аккуратно ну да и если он дергает то отдавай пускай уходит то есть фрикциончик расслабляет давай 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 а карасик да все забираю ну так ты куда ж ты его ведешь пацан они это карпик это маленький карпик не это карпик нет можешь ставь его сюда и сразу отпускаем конечно то что его нельзя брать это грех такого карпика забирать аккуратно не поранил не она это ты уже вот так и превращайся в живота не нет аккуратненько аккуратненько просто не нет аккурат погладь его их эту вот так у нас видите превращается настоящего рыбака убирает палатку давай давай делай с нее восьмерку о красава цари с первого раза вот это да то есть талант не пропьешь мастерство да вот у нас заканчивается рыбалка скажи и вот чему ты научился может что-то тебе стало более понятным за этот день рыбалки вот расскажи свои ощущения по рыбалке ну скажу сразу что теперь на карпа дома я пойду сразу и наверное результат какой-то будет потому что сегодня в основном была карповая рыбалка значит саша мне и объяснял и показывал и как с фрикционом работать и я уже знаю что это и как с битранером почему как себя она ведет почему на карпа нужно оставлять очень плавного или фрикцион или битранер для того чтобы он мог быть а утягивать как ему угодно леску сколько угодно чтобы только его не потерять то есть ну как то вот такие вещи знаешь уже нужно на рыбалку дома пойду конечно посмелее уже по крайней мере на карпа научился падать правильно в воду при этом не теряю рыбу а ложу ее в садочек сразу она летит туда я в камыши она ну что еще можно сказать тапочки в дрыбск босиком бегают рыбалка супер но по крайней мере сегодня удалось помимо карпа наверное вытянуть весь спектр рыбы практически не считая не считаете хищных да но то есть плотву поймали тарань тарань подлещика подлещика карася карасики карпы вот это все что вытягивалась сегодня и благодаря конечно саше можно уже рыбаком становиться реально спасибо ветер все удачи и вам в рыбалке тоже всем так ну что ж посмотрим на улов который мы с витей сегодня поймали сейчас у нас рыба покупаешь трошки все нормально нормально ого супер давай Да, это наш сегодняшний улов, ну в принципе это улов, скажем так, за суточный улов. Мы приехали вчера, вечером, ну за вечер мы поймали три карпа, два карпа и карася, ночью ничего не клевало, и вот это вот за утро мы наловили, ну в принципе я считаю, что рыбалка у нас удалась на славу, да Вит? Да килограмм 10 тут есть очень, если не больше. Давай иди сюда, у нас тут поклевка, иди сюда, бегом, 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 давай. Да успеем чего-то, там карасик сидит. Не-не-не, здесь карп, давай. Ты думаешь карп? Только колокольчик сними сначала. Вот ты меня достал этими колокольчиками. Я не достал, просто раздражает не только меня, но и всех подписчиков, честно тебе говорю. Да? Да. Я как-то спокойно к ним, ну свистит-то и свистит. Не-не-не, это в мозгу начинает свистеть. У меня пока не действует, по крайней мере. Я тебя понял. Уже буду заходить как-то тут. Давай. Пока он там болтается. Давай. Ты чувствуешь это? Да нет. Есть там? Да. Хороший? Ну не знаю. Сказать, что сильно тяжело идет, возможно большой операций. Ну ничего страшно, у нас карасик тоже подойдет. Вот он где-то уже тут. Давай, давай. Спокойно. Карасик, да? Отлично. Отлично. Ну тем не менее, вытащи еще. Серебряный карасик. Прекрасный. Ну что ж, экзамен сдан на отлично. Друзья, так что, кто хочет пройти курс молодого рыбака, записывайтесь в очередь. Ха-ха-ха-ха. Друзья, на посеток хочется сказать, любите, цените и уважайте своих жен. Показывайте, как вы любите ее тем, что вы приносите чищеную рыбу. Сегодняшнее видео не ставилось за целью поймать много рыбы, а научить Виктора азам рыбалки, некоторым узлам, как правильно забрасывать удилище, оснастку, какие не допускать ошибки и так далее. Надеюсь, что видео было полезным для многих новичков в рыбалке, скорее всего, особенно для новичков в рыбалке. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клева. И перед тем, как попрощаться, хочу сказать, что продолжается конкурс, так как нашему каналу исполнился один год, вот в этом видео есть условия конкурса. Посмотрите и буду рад, если будете участвовать. Всем пока, всего хорошего, встретимся на рыбалке, пока.